Детектив с детективом в главной роли. Почему и зачем свекровь главы на ПК закрыла в квартире детектива НАБУ? С ветерком. Совсем скоро в Украине могут вступить в силу новые правила дорожного движения. Что будет можно и чего нельзя? Секс-скандал в футбольном мире. До кого докатились обвинения в сексуальных домогательствах? Антикоррупционный ребус. Детективы НАБУ попытались вызвать на допрос родственницу главы на ПК. В результате разыгрались нешуточные страсти. Глава агентства обвинила бюро в незаконном проникновении в квартиру своей свекрови. Детективы в свою очередь обвинили свекровь главы на ПК в том, что она закрыла их коллегу у себя в квартире. Какие выводы из всего этого сделала нацполиция, знает Руслан Свящук. Спальный район на окраине Киева около 9 вечера. Во дворе десятки сотрудников антикоррупционного бюро и полиции. Детектив НАБУ пришел, чтобы вызвать на допрос свекровь другого борца с коррупцией. Главы нацагентства противодействия коррупции Натальи Корчак. Детектив вызвал подкрепление. Туда же подъехала Наталья Корчак со своим мужем. Сотрудника НАБУ из квартиры все же освободили. Потом он зателефонал национальную полицию, а также руководство подраздела детектива Национального антикоррупционного бюро. Сейчас детектив пишет заяву про незаконное его удержание в помещении этой квартиры. На протяжении, я не знаю сколько, прошло там 2-3 годы. Когда я увидела, что он меня обманывает, что здесь происходит что-то не то. Я вижу, что происходит что-то не то, происходит уже шантаж какой-то. И я взяла ключи и просто положила ключи, я и внук, и он. Внутренние ключи, да? Да, да. Он остался у вас в квартире и закрытый? И он остался, и мы остались и с ним. Он был закрыт буквально 10 минут. Они незаконно ворвались в квартиру моей матери, незаконно видебрали пояснения, порушившись всем все процессуальные нормы по вноважениях. Позже представитель НАБУ рассказал, по какому именно делу проходит свекровь главы на ПК Натальи Корчак. Свидок проводит сведком, потому что он ест владимир того автомобиля, на который, как установлено следствием, пересувается Наталья Корчак. Она не задекорировала вказанный автомобиль, поэтому мы приехали выкликать владимир этого автомобиля на допись, не то, что заявление обставин. Речь идет о новой «Шкоде Супер-Б». Именно этот автомобиль представительского класса купила пенсионерка. В свою очередь Наталья Корчак сообщила, что пока не смогла задекларировать новое авто. По мнению Натальи Корчак, такие действия – не что иное, как месть Артема Сытника. Якобы ее ведомство неоднократно вызывало директора НАБУ на допрос, также по делу о коррупции. Мы выкликаем пана Сытника до себя в НЗК для дачи пояснений. И он не приходит. Административная ответственность за неподдание информации на запись национального агентства. Все. Вскоре поступило еще одно заявление той же Корчак. Дескать, закрыли детектива НАБУ в квартире свекрови, потому что приняли его за мошенника. Руслан Смещук, Богдан Савруцкий, Евгений Пахальчук. Подробности – телеканал Интер. И новое дело против смарт-холдинга. Генпрокуратура и налоговая полиция накануне нагрянули в офисы компаний в Киеве, Харькове и Полтавской области. Что искали и в чем на этот раз подозревают бизнесменов, смотрите далее. Киев, 9 утра. Офис компании «Смарт Энерджи» закрыт. Налоговики проводят обыски. Внутрь пытаются попасть адвокаты и нардепы. Почему пришли с обысками, следователи не комментируют. Чуть позже ситуацию разъясняют нардепы и оппозиционеры. Говорят, правоохранители подозревают, что компания фиктивная. Подставой для порушения криминальной справы не было ани податковая переверка, ани установление реального факта ухиления, а лишь аналитичная доведка отдела аудита, что у них выникли сомнения. Я считаю это грубым порушением податкового криминального процессуального законодательства. В самой компании тоже в недоумении. Так называемое дело заведено по признакам фиктивности нашей газодобывающей компании. Она одна из крупнейших в Украине, входит в пятерку по добыче газа. В рейтинге налогоплательщиков она стабильно входит в десятку. Это сотни миллионов гривен налогов. Говорить о фиктивности этого бизнеса, ну это просто цинично. Это давление на оппозицию, давление на меня, как на политика. И это еще один способ, ну чтобы как-то, знаете, устроить экономическое рейдерство на тех предприятиях, где я являюсь акционером. Компания Smart Energy, которая добывает газ, в преддверии отопительного сезона нужно остановить добычу газа. Но мозгов вообще нет у людей, просто нет мозгов и ответственности перед государством. В холдинге поясняют, они участвуют в процессах теплоснабжения Харькова. Поэтому любая остановка добычи и подачи газа может снизить давление в системе и город попросу останется без тепла. О блокировании работы уже говорят в компании «Укргазвыдобуток», в офисе которой в Харькове также прошел обыск. Деятельность заблокирована сегодня. То есть, если будут изъяты документы, то, естественно, будет заблокировано еще крепче. Это не первый обыск компаний, связанных со смарт-холдингом, нардепа Вадима Новинского. Деятельность предприятия регулярно проверяют СБУ, ГПУ, а теперь и налоговики. В генпрокуратуре детали очередного дела не раскрывают. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканал Интер. Нападение на зампредседателя зерновой корпорации «Украина». Вчера вечером в центре Киева неизвестный напал на него с молотком. Об этом сообщает издательство «Страна Юэй». Швец выходил из офиса, к нему подбежал незнакомец и начал бить молотком по голове. Водитель чиновника открыл огонь. Раненый нападавший задержан, а пострадавший швец с тяжелыми травмами головы был госпитализирован. В полиции детали этого преступления пока не раскрывают. Петр Порошенко подписал указ о назначении 113 судей обновленного Верховного Суда. Как отметил президент, состав суда впервые сформирован на основе открытого конкурса. Следующим шагом, по словам Порошенко, будет принятие еще нескольких документов относительно закона об антикоррупционном военном суде и законе об адвокатуре. На черзе ухвалення ще низких законів про зміни в системе правосуддя. Включая закон об антикоррупционном суде, я наголосил. Я чекаю от Верховной Ради подать проект, и на базе которого я внесу свои пропозиции до Верховной Ради и визначу их как невидкладные. Хочу сказать, что одночасто с проектом по антикоррупционному суду я планую внести проект закону про военный суд. Мы чекаем новых законів про адвокатуру, про правовую освіту тощо. Съезд Народного фронта состоялся сегодня в столице. Представители этой политсилы уже три года не проводили партийные собрания такого масштаба. В итоге фронтовики заявили, что все же пойдут на выборы и президентские, и парламентские. С кандидатом на пост главы государства обещают определиться в следующем году. А вот с кем будут объединяться в парламентской гонке, пока неизвестно. На съезде как глава коалиционного правительства присутствовал премьер Владимир Гройсман. Он озвучил главные задачи Кабмина на ближайшее время. У нас много задачи вперед, но самое главное задачи – это развитие национальной экономики. Мы должны модернизировать страну, строить дороги, стремить нашу енерго-незалежность, модернизировать, делать капитальный ремонт Украины. И люди должны почувствовать, что экономика растает. Это означает, что у людей достойные заработные платы, достойная качество освятия, достойная качество охраны здоровья. Украина лидирует по росту цен на продукты питания в Европе. Согласно данным Госстата, менее чем за год потребительская корзина украинцев подорожала на 15%. На первом месте сало – почти 70%. Увеличилась цена и на молочку в среднем на 30%. Единственное, что подешевело – это гречка почти на четверть. В общем, цены на продуктовых ценниках в Украине растут быстрее, чем пенсии и зарплаты. Фото- и видеофиксация нарушений, снижение разрешенной скорости и увеличение штрафов. Украинцев ждут измененные правила дорожного движения. Все это ради безопасности на дорогах, ведь количество аварий в стране растет постоянно. Министр внутренних дел Асановаков представил проект новых ПДД, и их изучила Инна Томина. В Киеве серьезная травма. В день получают в среднем около 4-5 человек в авариях. И, к сожалению, где-то один-два человека, бывает, погибают. Влад Антонов – человек, который о ДТП знает многое. Он журналист, который специализируется на дорожной тематике. Говорит, Украина в европейских лидерах по смертности на дорогах. И главная причина аварий – превышение скорости. Когда легковой автомобиль, попадая в аварию на скорости 60 км в час, это одни последствия. Когда он едет со скоростью 80 км в час, это абсолютно другие последствия. И опять же, когда автомобиль сбивает пешехода, допустим, отчаянно тормозя, удар при 30 и при 60 км в час – это абсолютно разные вещи. Поэтому скорость – это один из самых главных факторов тяжелых последствий. Снижение скорости в населенных пунктах 60 до 50 км в час, о которых последние полгода, говорят власти, не за горами. Кабмин одобрил изменение правил дорожного движения. Есть автомобили, для которых абсолютно режим скорости в месте, элементарная безопасность абсолютно не имеет никакого значения. Он тиснет на газ, не знает, что такое гальма, и гоняет как по Киеву, так и по другим местам и населенным пунктам. В новых изменениях речь идет о фото- и видеофиксации нарушений, о снижении разрешенной скорости и о увеличении штрафов. Деталей рассказал глава МВД. Но самые жесткие штрафы ждут тех, кто сел за руль без прав. За это придется заплатить в 20 раз больше, чем сегодня – 10 тысяч гривен. А если были конфискованы права, то и все 20. За повторное нарушение – больше 40 тысяч гривен. Предлагают увеличить и срок тюремного наказания за вождение под градусом. За порушение ПДР особой, которые керуют транспортными засобами в членном нетверезном состоянии, что спричинило смерть особой, або задело тяжкие телесные ускорения, по крайней мере, по избавлению воли, от 7 до 12 лет, по избавлению права керувания транспортными засобами. Порядок получения прав тоже изменится. Первое удостоверение водителю выдадут на два года. Если за это время будет меньше двух нарушений, то срок действия документа продлят на 30 лет. За три нарушения и больше придется сдавать экзамен повторно. Эта мера не популярная. Водители и общество в целом будут сопротивляться, скажут, что вы возвращаетесь обратно во времена ГАИ. Но опять же, общество должно решить, либо продолжать гибнуть в скоростных пьяных ДТП, либо подвергаться более жесткому контролю. Все эти предложения уже на следующей пленарной неделе должна будет рассмотреть Верховная Рада. Инна Томина, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. Один военный был ранен в зоне АТО. Сегодня более 10 раз боевики нарушили перемирие на всех направлениях. На Донецком били из минометов и пехотного вооружения в районе Зайцево и Песок. А после Ясиноватской развязки военных атакуют штурмовые группы противников. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Заросли лесопосадок, балки и рвы. Все это, несмотря на опавшую листву, активно используют для подхода к позициям военных штурмовые группы наемников. Едва ли не каждую ночь наши бойцы отбивают их атаки. Сначала большой калибр работает. Потом, чем ближе они подходят, начинают меньше, меньше, меньше. Доходят до АГС, отработают и потом наступают. Слава Богу, напад был отбитый. Подходят малочисленными группами. Очередную такую вылазку, несмотря на все ухищрения боевиков, удалось засечь военным под Ясиноватской развязкой. В то время, как группа заходила с одной стороны, на другой разгорался стрелковый бой. Если вы воспользовались полной тишиной, то есть в течение нескольких часов никакого огня не открывается полностью, то они пытаются усыпить нашу бдительность, тем самым пройти через нашу позицию. По Донецким аэропорту еще один прорыв боевиков закончился для них не просто провально. Военным удалось ликвидировать двух наемников. Перед самым обстрелом подошла группа ДРГ. Ребятами, солдатами нашими было вовремя выявлено. Обстрелы, но уничтожены. Как наблюдалось, двухсотые были. На данный момент пока сведений, что их забрали, нет. Но были, потому что уже в интернете везде они расписали, что в тот день погибло два человека у них. Провалившиеся попытки штурмовиков боевики традиционно сменили обстрелом из артиллерийских орудий. Ирина Баглай, Сергей Дубинин, Евгений Малярчук. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Тысяча дней в плену. Сегодня в Кропивницком 500 человек прошли по центральной улице города, чтобы напомнить о судьбе пленных бойцов 3-го отдельного полка спецназначения, которые так и не вышли из Дебальцевского котла. Все подробности знает Елена Брынза. Свободу Глондарю и Коренькову. С такими плакатами сегодня по центральной улице Кропивницкого прошли сотни людей. Возглавили колонну жены военнопленных. В плен к боевикам старшина Сергей Глондарь и сержант Александр Кореньков попали еще в феврале 2015-го. Их отряд попал в окружение возле Дебальцева. Тогда погибли двое бойцов, а пятерых взяли в плен. Спустя несколько месяцев троих обменяли, а Сергей и Александр до сих пор остались за линией разграничения. Мы надеялись, что это будет наша крайняя задача в Дебальцево. Так и случилось. Но стало это не такой ценой, как мы этого желали. Мы их тут ждем. Никого их не забываем. Я так же попал с Александром и Сергеем до полона. Я пребывал там 51 день, это было тяжело. Но тысячи дней я даже не могу представить, насколько это тяжело. Но я знаю, это хлопцы, они мощные духом. Дома Сергея Глондаря ждут жена и две маленькие дочери. Младшая родилась, когда Сергей уже был в плену. И до сих пор ни разу не видела папу. Девчатка, конечно, тяжело переносить. Каждый день у нас вопрос, где дать, почему он не приходит домой. В последний раз был связок 21 декабря 2016 года. На данный момент три месяца нет листов. Причина нам не знаменитая. За тысячу дней сотни писем и обращений, десятки акций и встреч с чиновниками всех уровней. И ни одного конкретного ответа. Звертались мы и до девяти президентов других стран. Звертались мы и до международных дипломатий. Звертались мы и до Папы Римского и до королевы Великобритании. До всех, до кого можно было. Держитесь мы с вами. Эти слова поддержки люди сегодня говорили родным военнопленных, а также написали письмо ребятам. Его попытаются передать через представителей Красного Креста. Кроме того, участники акции выстроились на площади, образовали главное слово – воля. Это то, чего так ждут и пленные, и их родные. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер Кропивницкий. Секретарь СНБО Александр Тручинов пообещал расстреливать тех, кто помогает России. Такое заявление опубликовали сегодня на Ютьюбе. По его словам, граждане Украины, сотрудничающиеся с Россией, должны как минимум сидеть за решеткой. Ранее секретарь Совбеза заявлял, что Украина в ближайшем времени разработает стратегические беспилотные летательные аппараты, которые запустят над Россией вплоть до Камчатки, чтобы мониторить ситуацию над всей территорией соседей. Президенты США и России так и не провели официальную встречу во Вьетнаме. Они ограничились общением в кулуарах саммита АТЭС, одобрили совместное заявление по урегулированию конфликта в Сирии. Трамп и Путин договорились бороться с террористической группировкой исламское государство до тех пор, пока она не будет уничтожена. При этом лидеры этих стран заявили, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Окончательное урегулирование должно проводиться в рамках Женевского процесса, который предполагает конституционную реформу и свободные выборы. Американский президент хочет развязать ядерную войну на корейском полуострове. Так считают в КНДР. В ходе своего азиатского турнет Трамп показал истинно, истинную натуру разрушителям мира и стабильности заявили в северокорейском МИДе и добавили, что Пхеньян продолжит разработку ядерного оружия. Напомню, президент США отправился в длительное турне по азиатским странам. Он посетил Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и уже вылетел на Филиппины. Ключевым вопросом стало решение ситуации с КНДР. Дональд Трамп призвал мировых лидеров сплотить усилия, чтобы остановить дальнейшую милитаризацию этой страны. В Израиле проходят международные военно-воздушные учения «Голубой флаг». Самые масштабные за всю историю этой страны. Летчики из различных стран учатся взаимодействовать друг с другом и делятся боевым опытом. На авиабазе, которая стала центром маневров, побывал Сергей Услендер. Чуть ли не главной проблемой учений стало обеспечение безопасности полетов. В израильском небе и так тесновато, а тут около сотни боевых самолетов, которые целыми днями носятся в узком воздушном пространстве. Расписание пассажирских лайнеров пришлось менять. Это неудивительно. «Голубой флаг» – крупнейшие в мире военно-воздушные учения в этом году. Летчики из восьми стран участвуют в маневрах. «Еврофайтеры» и «Фальконы», «Иглы» и «Миражи», «Торнадо» и «Тайфуны» прикрывают друг друга в учебных боях. У «Израильтян» особая роль – они плохие парни, вероятный противник. Для этого у ВВС есть «Красная эскадрилья». Ее летчики детально изучают тактику врага, чтобы потом воспроизводить ее в воздухе. В один из дней учений над Израилем разгорелась настоящая битва. 60 самолетов с обеих сторон сошлись в учебном бою. Плохие парни из «Красной эскадрильи» пытались прорваться сквозь заслон хороших, чтобы разбомбить условный город. «Это «Ф-15». Пока основной ударный самолет израильских ВВС скоро их будут постепенно заменять новейшими «Ф-35». Именно вот такие машины чаще всего и наносят удары по террористам в Сирии и Ливане». Опыт операций в Сирии тоже пригодился. Одна из учебных задач – прорыв вражеской ПВО. Израильтяне это делают регулярно. А вот полякам или итальянцам такой опыт приобрести просто негде. Так что вражеской ПВО для них стали расчеты израильских комплексов «Патриот». Этим тоже не занимать боевого опыта. Два года назад над голландскими высотами они сбили сирийский самолет. «Накануне мы летали вместе с красной эскадрильей и я оценил их уровень. Они дали нам возможность проверить свои навыки пилотирования и ведение боевых действий. В итоге учебного боя условно сбили нас. Это весьма полезный опыт». Такой опыт израильские летчики накапливали почти 70 лет. Непрерывные боевые действия сделали из ВВС маленькой страны настоящую военную машину, которая не имеет себе равных в регионе. Учение «Голубой флаг» – уникальный шанс для пилотов других стран перенять этот опыт, причем без потерь. Сергей Услендер, подробности, телеканал «Интеравиабаза Увда», Израиль. Все для спорта. В селе «Красная Свобода» Черкасской области открыли профессиональное футбольное мини-поле. Его строительство полностью профинансировало государство в рамках программы поддержки отечественного любительского футбола. Все подробности в нашем материале. Вот так почти каждую пятницу юные футболисты села Красная Слобода разминаются перед матчами. Футбол для местных жителей больше, чем просто игра. В селе есть своя любительская команда. Вот только заниматься толком негде, разве что на старом школьном поле. Главное, чтобы был стабильный климат, ну как сейчас хотя бы. Потому что, когда очень сухо, пыль поднимается, и почти ничего не видно. И весь в пыли. А если дождь, то тут такая грязь звука, что лучше не приходит. Но теперь местные футболисты сменят грунтовую площадку на профессиональную. Накануне в Красной Слободе открыли новое футбольное мини-поле. Его преимущество в специальном искусственном покрытии. Стоимость строительства более миллиона гривен. Это все за счет отдельной государственной программы. Опробовать новую площадку доверяют ее инициатору идеи. Новое футбольное поле сразу же поставили на баланс районного отдела образования. Но следить за ним будет сельская школа. Директор не нарадуется. Теперь можно воспитать настоящую команду профессиональных футболистов. Двери для всех открыты. Чтобы на этом поле занимались футболом не только ученики нашей школы, а и другие жители села. Мы двумя руками за то, чтобы они занимались тут футболом един. Если сюда будут приходить люди и оставить по себе смятя, использовать поле, не за призначением, этих людей тут больше не будет. Нардеп Сергей Рудык уверяет, это только начало. В течение нескольких месяцев в Черкасской области должны открыться еще как минимум четыре подобные площадки. В этом году государство выделило для поддержки любительского футбола 200 миллионов гривен. Главное, чтобы эти поля теперь не простаивали. Это очень просто. Для того, чтобы через 8 лет выйти и конкуровать с такими маленькими, но успешными в футбольном плане края Миксландии нам нужно щороку строить такие майданчики, шукать качественных ресурсов для того, чтобы были украинские тренеры. Государственная программа строительства футбольных мини-полей постепенно набирает обороты. В будущем году правительство планирует выделить на официальные на 100 миллионов гривен больше. Александра Кузнецова, подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Эффект доминосых скандал выходит за рамки Голливуда и перебрасывается на футбольное поле. Кого на этот раз обвинили в сексуальных домогательствах расскажет Татьяна Лагунова. Политики, продюсеры, звезды Голливуда, а теперь еще и влиятельные спортивные функционеры. В списке фигурантов громкого секс-скандала появилось новое имя. В домогательствах обвинили бывшего президента Международной Федерации Футбола Йозефа Блаттера. Обвинение в его адрес обнародовала бывший вратарь женской сборной США по футболу Хоуп Сула. В интервью одной из газет. По словам спортсменки, дело было четыре года назад во время вручения престижной футбольной награды «Золотой мяч», который ежегодно вручается лучшим футболистам мира. Сула принимала участие в церемонии вместе с Блаттером и якобы прямо перед выходом на сцену тогдашний глава ФИФА схватил ее за ягодицы. Сула рассказала журналистам, что очень нервничала и еле справилась со своим выступлением на сцене. А потом, после церемонии, искала Блаттера, чтобы высказать ему свое возмущение. Но не нашла и с тех пор они больше никогда не встречались. Интервью Сула было опубликовано сегодня утром, но Йозеф Блаттер на него уже отреагировал. Через своего пресс-секретаря. Обвинение в свой адрес бывший глава ФИФА назвал нелепыми. В громких скандалах Йозеф Блаттер фигурирует уже не в первый раз. Два года назад ему пришлось уйти в отставку из-за подозрений в коррупции. Речь шла, в частности, о взятках и подкупах при определении стран-хозяек Чемпионата мира по футболу. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Шершеляфан. Во Франции активистка крайней правой партии Марин Лепен разыграла собственное похищение, чтобы устроить свидание. Об этом сообщают местные СМИ. Больше суток женщину искали правоохранителей и 50 военных. Привлекли даже авиацию. Неудачный флирт закончился для 25-летней Сандры Гайяр шестью месяцами условного лишения свободы. Кроме этого, она должна заплатить штраф в размере 5000 евро и пройти курс психологической реабилитации. За последний год в Европу перебрались более 150 тысяч мигрантов. Об этом сообщили международные организации по миграции в Женеве. Свыше 70% беженцев прибыли в порты Италии, остальные в Грецию, на Кипр и в Испанию. И уже оттуда нелегалы добираются в более развитые экономические страны, в основном в Германию. При этом число погибших на среднеземноморском маршруте лишь за этот год достигло почти 3000 человек. Сегодня нашли тела троих детей у берега греческого острова Лезбос. По всей вероятности погибшие беженцы, сообщает местная полиция. Где отпраздновали запуск первого в мире пилотируемого воздушного шара, почему немцы пришли на митинг в карнавальных костюмах и зачем террористы ИГИЛ захватили частоты шведского радио. Об этом не только в нашем обзоре. В аэропорту Белфаста самолет приземлился, не открыв переднего шасси. Неисправность обнаружили во время взлета. Экипаж принял решение не лететь дальше и лайнер два часа окружил над Ирландским морем, жигая горючее. А потом вернулся на взлетно-посадочную полосу Белфастского аэропорта. На борту были четыре члена экипажа и 52 пассажира. Один во время аварийного приземления получил травму головы. В США три часа полицейские гонялись за украденной машиной по дорогам штата Оклахома. Нарушитель удирал на бешеной скорости прямо по полям, сбивая указатели и заборы. Остановился только, когда угнанный пикап безнадежно застрял в пруду. Но похититель все равно не сдался. Вылез из кабины и попытался убежать. Полицейские окружили местность и быстро задержали нарушителя. Хакеры исламского государства захватили частоту шведского радио. В эфире популярной станции Mix Megapol террористы беспрерывно проигрывали пропагандистскую песню «Во имя Аллаха» на английском языке. Композиция призывала пополнить ряды бойцов ИГИЛ. Мол, тогда они попадут в рай полный девственниц. Контроль над эфиром удалось вернуть через полчаса. Об инциденте сообщили в полицию и в шведское телекоммуникационное управление. 14-летний мальчик из парагвайской столицы подписал контракт с именитым футбольным клубом. Подросток из бедной семьи и набивал мяч на улицах ради заработка. Все изменилось, когда видеоролик с его участием выложили в интернет. С юным спортсменом связался президент команды Гуарани, 11-кратного парагвайского чемпиона, и предложил посещать тренировки при клубе. Расходы пообещал взять на себя. Мальчик согласился и уже готовится стать профессиональным игроком. Митинг-карнавал устроили в немецком Боне. 2000 участников вышли на демонстрацию за чистоту окружающей среды в ярких костюмах животных, деревьев и даже ракет. По дороге они везли тлеющую статую свободы, как символ Соединенных Штатов, вышедших из Парижского климатического соглашения. Митинг удачно совпал с началом празднования традиционного немецкого карнавала. Ежегодно он начинается 11 ноября в 11 часов и 11 минут. 50 красочных воздушных шаров взлетели в небо над французским Лепюи-Анвеле. Так в городе празднуют годовщину с запуском Мангольфьера, первого аэростата, наполненного горячим воздухом. Своё название он получил по фамилии изобретателей братьев Мангольфье. Первый полёт на этом воздушном шаре был совершён в ноябре 1783 года. На празднование собрались десятки энтузиастов из восьми стран мира. Это все новости на сегодня. Приятного вам субботнего вечера и до встречи завтра.